Мой разговор сегодня пойдет о нагайбаках. Это небольшой по численности около 8 тысяч по последней переписи народ, записанный по 1993 году в число коренных малочисленных народов России. За последние 20-30 лет заметно повысился интерес к этой группе как среди ученых, так и среди самой нагайбакской общественности. С конца 80-х, начала 90-х годов мы наблюдаем так называемый подъем национального самосознания, который происходит на фоне аналогичных процессов по всей стране. И этот подъем национального самосознания сопровождался тем, что нагайбаки добились для себя права записывать в паспорта советского того еще образца, где была пятая графа так называемая, записывать свою национальную принадлежность нагайбаки. До этого времени их записывали татарами. Почему татарами и почему они стали нагайбаками? Это вопрос, который я хотел бы осветить в нескольких словах своей короткой лекции, небольшом сообщении. Происхождение нагайбаков связано с поволжскими крещенными татарами. Строго говоря, история нагайбаков как новой идентичности начинается с 1736 года. В это время вышел указ императрицы Анны Иоанновны, согласно которому часть крещенно-татарского населения Уфимской губернии, которые не присоединились к восставшим башкирам, были освобождены от ясака и переведены в казачье сословие. С этого момента начинается история этой группы. Вместе с образованием нового казачьего подразделения по инициативе оберсекретаря Сената Кириллова была основана новая казачья станица с церковью. Станица называлась Нагайбадская. Почему она называлась Нагайбадская? Разные мнения на этот счет предлагались. Я считаю, что самой правильной, самой достоверной это точка зрения, которую передает нам Петр Иванович Рычков в топографии Оренбургской. Рычков был человек очень внимательный, относился к фактологии очень строго. И из его текста мы узнаем, что станица Нагайбадская получила свое название по имени жившего когда-то на этих землях башкира, или прозвищу жившего на этих землях башкира, местного феодала, который владел вот этими местными землями. По имени этого Нагайбака и земли эти назывались Нагайбадским юртом. Поэтому и станицу решено было назвать Нагайбадской. По другой версии, которую тоже передает Иванович Рычков, на этом месте жили когда-то Нагайцы. И на берегу так называемой городовой речки, которую называл Скала Йолга, было некое Нагайское городище, в честь которого и получило название Новая крепость. Но так или иначе мы не видим никакой прямой связи ни этнической, ни генетической связи с теми Нагайцами, которые когда-то существовали на этой территории. И поэтому мы можем очень точно сказать, что название Нагайбадские казаки имеет строго топонимическое происхождение. И никакой прямой связи с этнонимом Нагайцев мы не видим. Однако есть еще одна точка зрения, которая тоже имеет право на существование. И вот согласно этой точке зрения, происхождение Нагайцев можно, хотя и так это очень натянуто, можно увязывать с некими выходцами из Нагайской Орды. Среди Нагайбаков сохранилось предание, которое рассказал мне когда-то директор историко-краеведческого музея Силафер-Шампенуаз Алексей Михайлович Маметьев. Именно в следующем заключается эта легенда. Один из последних ханов Казани взял себе в жену Нагайскую княжну Сиюмбике. И вместе с молодой княжной в столицу Казанского ханства прибыла гвардия, состоявшая из нескольких сотен молодых людей княжеского происхождения. Это были по этой народной версии Нагайские беки, Нагайские князья или Нагайбеки, которые и служили преданно своей царице до последнего дня. После взятия Казани Иваном Грозным судьба этих гвардейцев в Сиюмбике была следующей. Их отселили к востоку от Казани на Арскую заставу, где они и продолжали свою службу, но уже новому государству, новому правителю. Существует мнение, что эти Арские князья в дальнейшем процессе колонизации Южного Приураля с прочими группами татар были переселены в Уфимскую провинцию. К тому времени они уже приняли крещение. Началось крещение еще при Иване Грозном, продолжилось и закончилось оно при Петре I в XVIII веке. Последние группы крещенных татар, так называемые новокрещенные, в отличие от старокрещенных, которые были крещены при Иване Грозном, перешли в христианство уже в составе Уфимской провинции. Вот эти группы старокрещенных и новокрещенных вошли в состав формирующихся будущих казаков-ногайбаков. В XVIII веке, по материалам XVIII века, мы не можем говорить, что существовал этноним нагайбаков. Существовало внешнее название нагайбаков. Русские документы называют их нагайбадскими казаками, казаками нагайбадской станицы или просто казаками, татарами казаками, крещенными татарами казаками. А вот этноним нагайбаки уже в сформировавшемся виде мы можем наблюдать в первой половине XIX века. Во-первых, в словаре «Даля» можно найти этноним нагайбаки в разделе «Армяк». Лучшие армячницы, по его мнению, были нагайбачки. Ну, если были нагайбачки, значит, были и нагайбаки, естественно. И далее, в прочих документах XIX века мы уже видим этноним нагайбаки довольно прочно существующим, усвоенным народом. Но для неискушенного читателя всегда делается такая поправочка, что нагайбаки – это крещеные татары, которые были зачислены в казаки. Таким образом, к началу XX века нагайбаки, ну, нагайбаков можно считать сформировавшейся новой идентичностью, этнической идентичностью или идентичностью с этническими признаками. Дело в том, что по переписи 1897 года мы народа нагайбаков не видим, ибо эта перепись вообще народы или этносы никак не учитывала. Структура российского населения состояла из таких учетных категорий, как дворяне, религиозная, сословная принадлежность или иные принадлежности, профессиональные. И языковая принадлежность, да, еще была. Поэтому нагайбаков мы видим по языку, отнесенных к татарам, по сословию, отнесенных к казакам, а по религиозной принадлежности они относились к православному населению. Поэтому установить точное количество нагайбаков, ну, не совсем точно, не совсем возможно представляется. Поэтому больший ответ дает перепись 1926 года, когда нагайбаки были уже причислены к народам, к официальному списку народов Советского Союза. Именно с этого периода нагайбаки становятся в официальных документах как отдельный самостоятельный народ. Однако ненадолго, уже в 1939 году, по переписи 1939 года, мы нагайбаков, как и многих других народов Советского Союза, не находим в основном списке. Нагайбаков, скорее всего, по языковой принадлежности причислили к татарскому этносу. Ибо нагайбакский язык, по мнению лингвистов, которые занимались его изучением в 70-е и 80-е годы, в общем-то, входит в сетку говоров средневолжских татар. А более всего приближается к кряшинам Бакалинским, которые живут на западе Башкортостана, откуда, собственно говоря, они ведут свое происхождение. И вплоть до 90-х годов нагайбаки в документах отсутствовали. Оживление национального самосознания началось с конца 80-х, начало 90-х годов, когда общественность нагайбакская обращалась с письмами, с просьбами в Верховный Совет СССР с тем, чтобы их признали как отдельный народ в списке народов Советского Союза. Закончилась эта история тем, что в 1993 году Верховный Совет России пригласил нагайбакских общественников и объявил о том, что нагайбаки получают прежний статус отдельного этноса, который будет учитываться при переписях. И, кроме того, в качестве такого дополнительного бонуса был еще и добавлен статус коренного малочисленного народа Российской Федерации. Таким образом, нагайбаки вошли в состав вот этого списка народов. По состоянию на 1990-е годы и современность нагайбаки вполне отчетливо осознают свою этническую идентичность, используют самоназвание нагайбаки. Но дело в том, что самоидентификация нагайбаков имеет очень сложную структуру и несколько слоев. Поскольку нагайбаки происходят из крещенных татар и имеют с крещенными татарами или кряшенами, как их называют в русскоязычной литературе, и имеют очень тесные связи до сих пор, то кряшенское самосознание является первым в этих уровнях самосознания. На родном языке, когда они общаются с соплеменниками или ближайшими им крещенными татарами или татарами-мусульманами, они себя называют крешенерт, то есть крещеные. Этноним нагайбаки используется обычно при общении на русском языке с представителями иных народов, например, с русскими. И изначально этноним нагайбаки считался как внешний этноним, как внешнее название, так эту группу называли русские. Постепенно этот этноним был усвоен народом и используется, повторяю, только при общении на русском языке. Кроме этого, у нагайбаков есть еще локальные самоназвания более низкого ранга, чем кряшенские. Дело в том, что нагайбаки, проживая еще на территории Западной Башкирии до 1842 года, жили в разных станицах, имевших разные названия. Были там станицы с названиями Сарашлы, Бакалы, Келеева и так далее. Названия всех этих станиц переехали на Южный Урал. И, например, среди некоторых локальных самоназваний все эти названия присутствуют. Некоторые группы нагайбаков разных населенных пунктов называют себя Кели, Сарашлы, Бакалы и так далее. Кроме того, по опросам, которые мы проводили в нагайбакском районе, в числе остальных мы задавали также вопрос о их татарской идентичности, о принадлежности к так называемому татарскому миру. Здесь разные ответы высказывались. От полного неприятия татарской идентичности до допустимости того, что нагайбаки являются частью поволжских татар. Чаще всего татарская идентичность возникает далеко от родины, там, где нагайбаков никто не знает, и приходится объяснять, кто такие нагайбаки. Тогда приходится прибегать к термину, что вот нагайбаки это такие были крещеные татары, которые прошли вот такую историю. Вообще история нагайбакского народа очень удивительна и является таким замечательным примером того, как за стремительно быстрый срок, по историческим меркам, это всего каких-то 150 лет, возникла новая этническая идентичность. Мы с вами привыкли к тому, что этносы, народы, так нас учили учебники, складываются в процессе длительного исторического процесса, этногенеза, этнической истории. Так вот, нагайбаки в этом плане представляют собой такой блестящий пример того, как новые идентичности возникают очень быстро и в результате действий конкретных людей. Ну, вот такие вот акторы этнического строительства, это были, например, императрица Анна Иоанновна, император Николай I, который переселил нагайбаков в западные Башкирии на Южный Урал. Это было руководство советского времени, первых лет советской власти, которые дали нагайбакам статус отдельного народа. И это нагайбакские общественники и новые российские власти, которые, так сказать, реанимировали или возродили нагайбакскую идентичность, по крайней мере, документально. Они тоже явились конструкторами этой нагайбакской идентичности. И еще раз хочется подчеркнуть, что новые идентичности, новые народы могут возникать не только в результате длительных процессов, но и в результате конкретных действий конкретных людей и политических процессов, происходящих в стране.